известный русскоязычный кореанец. Один раз я уже выставляла одно из видео из тиктока от него. Раньше думала, это казак, я была не уверена. Я знаю теперь он из Кореи, русскоязычный, отличный парень. Выставила одно видео, которым хотелось с вами поделиться и сказать моё мнение. Многие его знают уже. В последний раз он сказал просто отличные вещи, сейчас он возмущается. Украинцы выставили видео Южной Кореи, причём не только словами на русском языке они сказали, что, мол, русские копаются и показывают в мусорке, вот ваша сущность. Нет, не только это, они ещё на английском написали. Смотрите ему, Russian people in South Korea. Добрый день, мои дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Erika Berlin Deutschland. Кто случайно зашёл на мой канал, буду очень признательна, если вы нажмёте на колокольчик и будете в курсе до новых видео, которые уходят на моём канале. Посмотрите русские, как приезжают в Корею и по мусоркам лазят. Автор этого ролика, вот настоящий провокатор. Вот посмотрите просто под роликом у него что написано. Это Россия, детка. Он сидит в машине, снимает на телефон и говорит, посмотрите, русские приехали в Южную Корею, копаются там по мусорке и там начинают просто смеяться. Автор, я чистый кореец, но я русский кореец. И если ты такой снимаешь ролик, типа хайпа, со смехом, то поверь, ты задел это меня и нас, вот русскоязычных корейцев, которые поддерживают Россию, нас очень много. Нас правда очень много. То поверь мне, за незаконную съёмку вот такую, которую ты вёл, ты благодари вот, то что эти ребята просто не написали на тебе заявление. А был бы я, я бы написал. И ты бы никуда не делся. За незаконную съёмку, поверь мне, здесь огрозит штраф. Причём и уголовная ответственность. Понимаешь, да? Если не знаешь, знаешь, почему я тебе это говорю? Так, потому что мы сами занимаемся. Полиция на Дамбу, на Дунчон и Мегрешка в больнице 9-1-1. И я лучше знаю, чем ты. Понимаешь, да? Ты чем отличаешься от них? Скажи мне, ты чем? Или от меня? Да ничем. Я такой же, как и ты, ты такой же, как и я. Что, в Коране написано было вот такое, что это Россия, детка? В Коране было написано, русские приехали сюда, ты вот с таким этим прям. Скажи мне, а? Знаешь, что в Коране написано? Ты же мусульманин. Ты, наверное, читаешь намаз в день по пять раз. Правда или нет? Скажи. Мы все, неважно какое вероисповедание, мы, братья и сестры. А ты выпускаешь ролик провокационный. И поверь мне, если бы кто-нибудь из нас бы выпустил такой ролик и сказал бы нам, например, а эти корейцы там приехали там в Россию, копаются в мусорке, типа вот так и со смехом, или там казахи, узбеки, там таджики. Мне было бы это неприятно. Поверь мне, мне было бы это неприятно. И тебе, наверное, тоже было бы неприятно. Но знаешь, чем вот отличаюсь я от тебя? У меня страна, она большая. В моей стране живут казахстанцы, узбекистанцы, таджикистанцы, кыргызстанцы, русские, белорусы, адекватные украинцы и всех стран бывшего Советского Союза. Это моя страна, это моя родина. Я там жил. Я знаю их. И поверь мне, здесь, в Южной Корее мы все говорим на русском. Все говорим на русском. И районы здесь только русскоязычные. Других районов здесь они бывают. И ты сам говоришь на русском, и ты сам общаешься с русскоязычными корейцами. Если что, не забывай просто про это. Вот так рождаются легенды, что россияне, живущие за границы, уже до того дошли, что готовы копаться по мусоркам. Во-первых, я вообще это не считаю. У нас в Европе мы к такому пришли, что у нас тоже в Европе тоже можно каждый день выставлять такие видео. Выйти. Я недалеко живу от вокзала. Ну, не главного, но второго помещения в Германии. В Берлине я имею в виду. Посмотри, кто копается по мусоркам. Поляки. Я не знаю, может, и украинцы, которые там пьянят все вместе с ними. У нас часто говорят так, если перевести. Если сам в дерьме по уши, то надо отвлечься от себя и показать другого. Как же ему плохо. А ты паспорт нам показал? Это россиянин или твой же украинец? Нет, ребят, я, знаете, я иногда защищаю даже украинцев нормальных, адекватных. Но я ненавижу вот таких вот, которые хотят такими дешевыми понтами на весь мир показать, до чего дошли россияне. Вот я часто, мне хотелось бы задать вопросом. Эти люди, которые выставляют такие провокаторы, вот такие вот видео. Там русский копается в грязи, там, или ещё там ест последнее где-то там отходы, всё. Посмотрите на Африку. Посмотрите на Азию, бедные страны. Лаос и другие страны. Посмотрите на ту же Украину, бедных людей. Посмотрите на Германию, бедных старушек, которые тоже собирают бутылку. Сколько я вижу. Да уже дошло до того, что не только старушки собирают бутылки. Я часто вижу и мужчин, довольно-таки молодых. У нас часто здесь вот, где я недалеко живу, есть такая променада, там, недалеко от бывшего Mercedes-Benz арены. И там очень часто в конце недели у нас молодёжь гудит, сидит на набережной, на реке Шпрее, там, с кафе, с собой выпивку берут, всё такое. Оставляют бутылки утром или даже ночью. Уже приходят ребята и собирают эти бутылки и в мусорники. Люди проходят не мимо, но хоть бы когда-то я видела, чтобы они снимали вот тот, кто собирает бутылки и копается в мусорнике. Потом у нас ещё выбрасывают, чтобы вы знали, ребята, можно ещё подстроить это всё очень хорошо, очень можно подстроить. Например, у нас часто тоже выбрасывают старые вещи, есть специальные контейнеры. Туда, правда, сейчас, к сожалению, выбрасывают, кому не лень, что. И сколько я видела, румынцы, албанцы, кого не лень, они тоже копаются и тоже берут там всякое, ну, уже даже некоторое уже сырое барахло, которое никому не нужно. Но они, конечно, ищут более-менее нормальные вещи, цыгане и так далее. И что? Надо сразу сказать, вот ты, все люди, судить по этим людям, и даже есть эти люди. А что, бедным быть западло? Кто сказал, что бедным быть западло? А у них тысячи раз лучше душа, чем у тебя, который выставляет вот такую мерзость и осуждает людей, даже если им тяжело. И они копаются в этом мусорке. Да, может быть, им тяжело. И что? Может быть, у них много детей, больные дети. Может быть, они потеряли работу. Может, им временно плохо. А ведь ты можешь быть тоже на их месте, даже если это правда. Есть прекрасная поговорка. Смеется тот, кто смеется последним. Я, кстати, очень много жила в Турции и знаю тоже украинских беженцев, которые приехали в Турцию, там же надо работать, которые имели какие-то маленькие деньги с собой. А потом, не сама даже украинка, потому что, которую я встретила, она работала в русском ресторане на кухне. Она сказала, ты не представляешь, что мы прошли. И это не значит, что я должна показать на нее, может быть, она тоже там чуть не вообще чем питалась и все, и показать. Вот, посмотрите на них. Это считается мерзостью. Я считаю, лучше, даже если бы это были русские, да и независимо, русские, украинцы, белорусы, корейцы, да кто бы ни был бы, я считаю, лучше так, чем воровать и лежить на пособии, не работать и обманывать народ. Вот, по крайней мере, это честно, это даже по-божески, а не по-божески осуждать другого человека, осуждать незаконно другого человека, снимая его и показывая на весь мир. Можно показать человека, например, скоро я выставлю видео о мошенничестве и покажу паспорт даже, что со мной случилось. Мне надо быть готовой, потому что это очень тяжело для меня, это видео, и я обещала, я выставлю, надо всем знать этих людей, и мы ищем этого человека и так далее. Это стыдно, но люди, снимать людей, которых горе, может быть, несчастье и безденежье, любой человек может на этом быть вместе. Уже и богатые застреливались от того, что они банкротами становились. Никогда нельзя зарекаться в этой жизни. А если бы ты такой хорошенький, ты не снимал бы лучше бы, а подошел бы и спросил, может, вам чем-то помочь? Как я иногда, нашим бомжам, во время, когда у нас было, например, холод, они лежали, например, на каких-то там матрасах, у нас 24-25 рождественская ночь, я приносила им покушать. Потому что знаю, что мы все равны, независимо от кошелька. Когда человек осознанно провокацией занимается, несчастье у людей, я бы говорю, независимо, может, это вообще не это, даже если русские, разы это считается позором, ребята, вот скажите, мои подписчики, это ведь не считается позором, а я считаю больше позором тунеядцев, которые живут, может быть, тебе платят пособие какое-то, или ты проститутка, которая продаешь себя и свою душу. Это больше позор. Хотя я даже этих людей не осуждаю, кроме тех, которые мы оплачиваем и оплачивают в других странах на налоги. Они еще кичатся и показывают на своих каналах, какие же они крутые, сколько они имеют, где они ездят, что они делают, и все снимают несчастных людей. Он же тоже тот, кто снимал в Южной Корее, он тоже, считай, беженец. Пусть поедет в Америку и посмотрит, сколько там люди копаются в мусорных баках и мусорниках. Многие из них, я часто истории смотрела различных американских блокеров и даже русскоязычных блокеров, многие из них имели большое образование, а слабые или обманули, или еще что-то, и очутились, и стали бомжами. Кстати, недавно смотрела одного блогера, ну, молодого блогера, у него еще не такой раскрученный канал, но очень классный он рассказал. Молодой совершенно парень. Он приехал, любой человек может очутиться на этом месте. Он приехал, его брат позвал в Америку. Но этот брат, он помог ему переехать в Америку. Я не буду говорить, с какой страны. Молодой совсем по ним. Может, кто-то видел этот канал, начинающий канал, но он мне нравится, он говорит то, что есть. Он говорит неприукрашенно. Многие перекрашивают, приезжают, и стыдно им, что они, ну, живут хуже, чем в России, хуже, чем в Украине, хуже еще в каких-то странах. И не начинают людям обман, что, мол, здесь рай. Понимаете, рассказывают сказки, байки. А люди, которые так долго живут, как я, и другие знают, что не все так сладко. Пока ты пашешь, да. И еще тебе надо иметь хороший язык. Тебе нужно иметь контакты. У меня подруга замуж за американцем. Он очень большой человек, в принципе. Она еле даже через него не могла устроиться, очень тяжело. Сколько написала заявление на работу, и ходила, и искала. И еле-еле потом нашла. Даже если ты хочешь работать. И этот молодой парень говорит все как есть. Приехал, его же брат, родной брат сказал, плати 800 евро, если ты будешь у меня жить в квартире. Ой, 800 долларов. Родной брат, можете представить. А он получал, он что-то говорил. А, он работал в каком-то супермаркете, устроился. И он получал 1500 долларов. Что-то так очень мало получал. И можете представить, сколько он, говорит, не оставалось. Остается. Не надо только обманывать, что в Америке получают под 40, по 50 долларов за час. Да, получают. Во-первых, у них должно быть постоянное место жительства, с отличным языком. Через знакомых часто. Или люди. Не каждый там может. Не каждый устроится, поверьте. На такую хорошую работу. Суть в том, что этот парень говорит. Я не могу возвратиться домой, ему стыдно. Денег нет возвратиться домой. Денег нет. На билет обратный. А ему его брат не дает. Не остается. Он собирает, собирает, никак не заберет. Даже если 1800 долларов, сколько квартиры. Он рассказывал, показывал тоже, сколько квартиры стоят в Америке. Еще дороже, чем в Германии. Особенно в больших городах. Или они живут. Знаете, вот это, у нас называются мобильные такие, мобильные такие домики из фанеры. Которые, прицепы, в прицепах они живут. Это считается уже роскошью. Хороший прицеп. Я никого не осуждаю. Если человек живет порядочной жизнью. Это человек, мальчик, хотел работать, он совсем молодой. И вот у него такой выход. И на жизнь ничего. И пойти никуда даже молодой парень не может. И возвратиться он не может. У него денег нету. Можете себе представить. Может быть, завтра он тоже придется ему в мусорке лазить. Но это не значит, что он плохой человек. Даже если... А те, которые снимали, вот это плохие люди, которые выставляют такое на показ. Нельзя несчастье людей выставлять на показ. Если человек хочет о своем несчастье рассказать, я рассказываю иногда на моем канале. Но я блокер. И мне надо рассказывать. Во-первых, иногда предупреждать людей. Во-вторых, я делюсь своим мнением. Если, например, я заболела. Долго там не выходила в эфир. Все такое. Люди же будут спрашивать, где ты. И думать, я не хочу работать. И мне вынуждено иногда рассказывать. Там я в больнице была. Там то, то, то. Потому что по-другому невозможно, когда ты человек общественный. То есть тебя знают. Поэтому приходится и говорить иногда. Иногда не хочется, а приходится. А врать не хочется своим подписчикам. Я желаю самое главное нам здоровья, благосостояния. Если здоровье, значит и работать сможем. И желаю, неизвестно, где мы, беженцами мне, не беженцами, что мы устроились в том месте, которое мы сами выбрали. Или у нас всегда был какой-то выход из положения. Это самое главное. Когда-то уже нет выхода из положения. Это очень тяжело. Очень тяжело морально, физически. А если морально тяжело, всегда подрывается здоровье. Добра, справедливости. Побольше хороших людей. Пока, мои хорошие. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok